Нам часто задают вопросы о том, как правильно подобрать силу тока при сварке электродом. На эту тему мы и сняли этот ролик. Расскажем, от каких факторов зависит выбор силы тока, что происходит, если тока слишком мало или наоборот слишком много. Ну и, конечно, все это продемонстрируем на сварке. Напомним, что сила тока подбирается исходя из нескольких параметров. Базовый из них — это диаметр электрода. Можно воспользоваться нашей таблицей-подсказкой, либо запомнить простую формулу. Сила тока — это 25-40 А на каждый миллиметр диаметра электрода. То есть, если электрод у вас 3 мм, то базовую силу тока нужно выставить от 90 до 120 А. При этом помним, что электрод подбирается в зависимости от толщины металла. Чем толще металл, тем больше диаметр. Но диаметр электрода — это не единственный параметр для выбора силы тока. Второй немаловажный фактор — то, в каком пространственном положении вы работаете. Например, при сварке в нижнем положении значение тока будет самым высоким. В горизонтальном положении сварочный ток нужно уменьшить примерно на 10%. Если сварочные работы ведутся в вертикальном положении, необходимо снизить значение тока примерно на 20%. И, наконец, при сварке в потолочном положении ток должен быть меньше на 30%. Это обусловлено тем, что металл электрода просто будет стекать вниз и не будет попадать в расплав. Также на силу тока влияет и тип покрытия электродов, которыми вы работаете. Например, электроды с целлюлозным покрытием отлично работают во всех пространственных положениях, в том числе в вертикальном сверху-вниз. В быту, как правило, используются электроды с рутиловым покрытием. Но помните, что при работе с ними не допускается сварка вертикальных соединений сверху-вниз, только снизу-вверх, чтобы избежать зашлаковки. Это когда расплавленное покрытие стекает в сварочную ванну. Идеальный вариант — сварка электродами в нижнем положении. Так можно добиться максимально качественного провара. Если у нас неповоротный стык, кто применит сварку в вертикальном или потолочном положении в зависимости от ситуации. Но покупать целый набор электродов для выполнения различных швов — не выход из ситуации. Задача легко решается подбором нужной силы тока. У нас образец. Заготовки 3 мм и электроды диаметром 3 мм. Рутиловые и целлюлозные. Будем делать ими сначала горизонтальные, а потом вертикальные швы и посмотрим, на какой силе тока получим наилучший результат. Маркируем заготовки, чтобы потом сравнить. Горизонтальный шов. Половину сделаем рутиловым и половину целлюлозным электродом. Также поступим и с вертикальным швом. Начнем с горизонтального шва и основного электрода. Для него выставляем среднюю силу тока 100 ампер. Следующий шов делаем рутиловым электродом. Для него выставляем силу тока 90 ампер. Оцениваем результат. Попробуем увеличить силу тока. Заготовка начинает прожигаться. Уменьшаем силу тока. Как видим, при 120 ампер получается прожог. Если уменьшить сильно, получится не сварка, а наплавка без провара. При силе тока 100 ампер шов получается идеальным, как рутиловыми, так и основными электродами. Теперь сделаем вертикальный шов рутиловым электродом. Сначала попробуем на 130 ампер. Видно, что металл сразу течет. Понижаем ток до 80 ампер. При такой настройке шов становится лучше. Вывод простой. При работе одним и тем же электродом на одной и той же силе тока, но в разных пространственных положениях качество шва отличается. При 100 ампер имеем хороший горизонтальный шов и стекший вертикальный. Хороший вертикальный шов этим электродам удалось получить на 80 ампер. Подводя итоги. Выставляя сварочный ток, можно опираться на таблицу подбора силы тока от диаметра электрода. Но для каждого сварочного положения лучше подбирать свой сварочный ток. А на каком токе варите вы и какими электродами пользуетесь? Будем рады видеть ваши комментарии и дополнения под этим видео. Делитесь своими наблюдениями и опытом. Подписывайтесь на наш канал, здесь много полезного.